И так, тема будет в проповеди называться «Новая жизнь». Братья и сестры, те, кто встретились со Христом, знают, кто на самом деле пережил рождение свыше, понимает, что его жизнь разделилась на «до» и «после». У всех у нас, кто родились свыше, уверовали во Христа и последовали, жизнь теперь будет всегда разделяться на «до» и «после». Вот человек говорит, я до уверования делал то-то-то-то, а когда я уверовал, я делаю совершенно другие дела. То, что я раньше делал, я не делаю, потому что мне это противно, мне это неприятно, и это обижает и огорчает моего Бога. Итак, Христос воскрес, без Него нету будущего. Послушайте, сегодня, сегодня нам нужно услышать, что Господь говорит к нам. Нам нужно услышать, потому что каждый приходящий в церковь на собрание, отсюда что-то уносит. Уносит только то, чем жаждало его сердце. Вот чем жаждет твое сердце? Что ты хочешь от Бога получить? Послушай, Бог никогда своих детей не оставляет голодными. Он никогда не оставляет своих детей пустыми. Когда ты приходишь в церковь на собрание, будь нищим духом, то есть голодным и жаждущим. Как с утра ты встаешь, такой голодный, о, хочу завтракать. Вот это хорошее состояние, потому что ты будешь наслаждаться завтраком. Ты не перебивал ничего, не аппетит. Ты садишься, ты завтракаешь. Господь говорит, что блаженны нищие духом, потому что у них есть аппетит. У них ничего нету. Он говорит, и я могу дать им. Кто-то приходит на собрание с пустым стаканчиком. С таким маленьким стаканчиком. И говорит, Господь, мне вот этого стаканчика будет достаточно. Кто-то приходит с тормозком. И говорит, Господь, ты наполни мне тормозок. А кто-то приходит с торбами. Я уже говорил, с баулами. Он как верблюд, на него грузи, грузи, с одной и с другой стороны. Ему так много надо. Почему? Потому что у него много вызовов в жизни. Он много встречает проблем в жизни. Ему нужны ответы. У него вокруг люди проблемные. Послушайте, мы иногда живем так, как будто у нас нету проблем. Послушайте, слава Богу, если у нас нет проблем. Но вокруг нас-то люди с проблемами. И что нам теперь? Все равно до них? То есть, вот как женщина-самарянка. Иисус коснулся ее. Она ждала Мессии. И вот кажется, ну что вот эта женщина, по внешности судим, да, бывает. С ног до головы посмотрели и все, оценку дали. Пустой человек. Пустой человек, что с него вообще можно взять? А Господь не так. Господь смотрит, что у нас в сердце. И Господь увидел жажду самарянки, что она ожидала Мессию. И когда он с ней заговорил, он знал цель. Он знал. Он сейчас затронет сокровенное, то, что находится в ее сердце. И когда он с ней стал говорить, она говорит, знаю, Господь, что придет Мессия. Вот он-то как раз нам все и возвестит, все и расскажет. А Иисус говорит, это я, кто говорит с тобою. Это первый человек, кому Иисус открылся, как Мессия. Когда бесы говорили, ой, это Сын Божий, это Христос, Сын Божий. Он, говорю, быстро замолчали. И они молчали. Они выдавали его. Потом Петр, он увидел, он спросил, за кого почитают меня люди. И Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Потому что в духе он получил это откровение. Но лично, кому лично Иисус сказал, я Мессия, я Христос, я Избавитель, я Спаситель человечества. Это была женщина. Почему? Потому что она жаждала. И вот смотрите, я не просто так говорю сейчас про эту женщину. Что с ней происходит? Написано, она же там воду черпала, да, там для животных, все. Это был обычный день, такой суетной день, накормить скотину, там напоить ее, там дела стирать. И тут приходит Мессия. И она встречается с ним, разговаривает. Вся ее жизнь меняется. Он касается ее. Он раскрывает ее тайны сердца. Он раскрывает ее образ жизни. И когда он ей открывается, открывается его любовь, написано, она оставляет все, оставляет свой водонос и бежит в город и рассказывает людям о такой радостной новости, что я встретила Мессию, который возвестил мне все. Пойдемте, пойдемте, кричит женщина. И там люди побежали. Потому что же многие ожидали Мессию. Они побежали посмотреть. Почти весь город уверовал. Там написано, почти весь город уверовал. Ничего не предвещало никакого пробуждения. Но женщина, которая внутри, она жаждала встречу с Иисусом. Прошлая тема, очень важная тема. Встреча. Личная встреча. У нас должна быть личная встреча с Иисусом. Если Иисус Христос воскрес, и мы это говорим, но была ли у нас эта встреча с воскресшим Иисусом? Это очень важно. И смотрите, эта женщина получила ответы, но ей стало этого мало. Она захотела поделиться Иисусом. Она увидела проблемных людей. Она увидела, что все люди, которые без Христа, они как овцы, без пастыря. Они легкая добыча для хищников. И она побежала к людям. Понимаете? Когда мы приходим на собрание, мы можем здесь так много взять от Бога, потому что здесь звучит Слово Божье. Послушайте, если бы здесь была проповедь, просто интеллектуальная проповедь, от ума, правильно составленная, и не было бы Слова Божьего, тогда понятно. Но когда звучит Слово Божье, тогда идут откровения, идет атмосфера откровений. И если ваше сердце жаждет, вы подключаетесь к этому откровению, то вы получаете. Вы быстро регистрируете. Бах, 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 бах. Я так поступаю, когда Господь мне что-то открывает, какие-то откровения, я быстро регистрирую их, я записываю их. У меня это жесткая дисциплина, потому что я знаю, сколько раз я упустил. Когда мне звучали эти откровения, я говорю, о, я потом запишу, и потом уже не мог вспомнить. Как бы я ни хотел, не мог вспомнить, а что же Господь там не открывал. Поэтому надо регистрировать. Без Христа нету будущего. Абсолютно нету будущего. Христос – это надежда мира. Это спаситель мира. Мы думаем, миру нужен руководитель, новый президент. Нет! Миру нужен спаситель, потому что мир погряз в грехах. Деяние 2 глава, 23 стих. Здесь апостол Петр свидетельствует о воскрешении Иисуса Христа. На него сошел Дух Святой. И на 120 человек, которые были в комнате, сошел Дух Святой. То есть, сила пришла. И эта сила, когда приходит, она производит действия. Для чего она пришла? Когда приходит сила Святого Духа в нашу жизнь, всегда есть цель. Это прославить Иисуса Христа. Возвестить о нем остальным. И вот Петр становится, встает с пола, еле-еле, наверное, держится на ногах, потому что его так ушатало просто. Он бухнулся, рухнул. Понимаете, от силы Божьей. Написано, он встал. С одиннадцатью встал. И он начал говорить. И послушайте, что говорит Слово Божье. Деяние 2, 23. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и пригвоздив руками беззаконных, используя мафию, можно так сказать, убили». 24 стих. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». «Бог воскресил своего сына из мертвых. Он вытащил Иисуса Христа из ада, потому что аду невозможно было удержать Иисуса Христа. Не было причин, не было зацепок». Знаете, почему люди, попадая в ад, больше оттуда никогда не выходят? Потому что есть причины оставаться там, грехи. Есть причины, это виновность человека. Просто так в ад никто не попадает. И Люцифер просто так не попал туда. Туда попадают, потому что что-то делали беззаконное. Но так как Иисус лично не сделал ни одного греха, но взял все грехи всего мира на себя, он должен был пройти путь грешника и умереть как грешник. Как самый великий грешник. Тот, кто не сделал ни одного греха, стал самым великим грешником. Вы можете себе представить, что за наказание? Сыну, которого любил отец. Сын, который безукоризненно слушался и любил отца. Вдруг взять такую вину на себя, стать самым великим грешником. Библия говорит, он стал грехом за нас. Грехом. И под тяжестью греха Иисусу нужно было опуститься в ад. Это то, что происходит с неверующими людьми. Но написано, Бог вмешался и воскресил его из мертвых. И он воскрес из мертвых. Почему? Потому что зацепок не было. Он лично ничего не сделал. И это был план Божий, который был сокрыт от всех. Аллилуйя. И слава Господу за это. Слава Богу, что никто не мог разгадать этого плана Божьего. Тогда бы Иисуса не убили бы. Его бы берегли. Живи, живи до старости, Иисус. Живи еще, делай добрые дела, только не умирай. Потому что они не знали. У них не было знаний, не было откровений. Что именно кровь, пролитая кровь на кресте, кажется, самая величайшая фиаско, проигрыш, стал самой великой победой. Просто представьте, висит безжизненное тело умершее. И это была самая великая победа. Потому что в этот момент Иисус передал свою кровь людям, чтобы ею умывались от грехов своих. И мы, те, кто умылись, отмылись, очистились кровью Иисуса. И поэтому смерть не имеет над нами власть. Не может удержать также и нас. Потому что на нас кровь Иисуса, кровь Агнца. Это самая большая благодарность Богу. Вот послушайте, верующие говорят, Господь, у меня не хватает слов, чтобы выразить Тебе мою благодарность. Послушайте, Господь мне некоторые вещи открыл. Он говорит, в принципе, достаточно того, что ты сказал. Для Господа, послушайте, что важно. Чтобы мы жили жизнью, которую Он приобрел нам на кресте. Это будет благодарность. Это будет благодарность. Ему приятно, что мы благодарим Его. Иисус, спасибо за крест. Иисус, спасибо за кровь. Иисус, спасибо, что не убежал из Гефсиманского сада. Когда Отец тебе сказал плохую новость. Что тебе надо будет пить эту чашу. И так далее. Спасибо, что не сломался. Не замешкался. Спасибо, что на кресте Ты не призвал 12 легионов ангелов. Не призвал месть на этих людей. То есть, нам есть за что Христа благодарить. Что Ты умер за наши грехи, за наши болезни. Воскрес для нашего оправдания. Что мы имеем жизнь с Богом на небесах. Да, аллилуйя, за это надо благодарить. Но послушайте. Самая большая благодарность Богу. Это, скажем так, новая жизнь. Стиль. Новый стиль жизни христианина. Это когда христианин теперь все принял в свою жизнь. Все, что Иисус приобрел. Что Иисус приобрел на кресте? Он приобрел новый статус. Мы из грешников стали праведниками. Мы не прощенные грешники. Мы новое рождение во Христе Иисусе. Мы новое творение. Мы заново родились. Нас не отреставрировали. Мы родились от Бога. Нас не усыновили. Мы родились от Бога. И Бог дал нам Духа, Сына Своего, Которым мы взываем Ава Отче. Если человека усыновили из детдома, он никогда своим опекунам, родителям, он не скажет, папочка, мамочка. Он никогда не скажет. Он будет говорить, сэр, можно взять еще одну булочку? Или как-то он будет называть их. Может быть, мама, папа. Может быть, у него получится так называть. Можно я еще возьму один бутерброд? Можно там то? Он будет всегда чувствовать себя как бы таким вот, ну, недостойным. Его же приняли. Его же вот взяли. И оттуда, из детдома он все будет помнить. Нет, Библия говорит, что нас не просто там усыновили. Мы родились от Бога. Иисус родился. Мы родились. Он старше, мы младше. Но мы также родились от Бога. И в это надо уверовать. Это надо принять. Твердыни должны рухнуть. И нам Бог дал Духа Сына. Когда мы говорим Папа Небесному Отцу, мы не говорим Бог. Потому что Бог, когда мы говорим Бог, то это значит, что далеко как-то. Когда мы говорим Отец или Папа, это рядом. Это значит, что это родное. Итак, Бог нам дал Духа Сына Своего. То есть, как Иисус вот чувствовал себя Сыном. Вот ты можешь как бы говорить Отец Небесный, но не чувствовать себя Сыном. А можешь реально исходить из того, что ты теперь уверовал, и ты чувствуешь, что ты Сын Божий. Ты чувствуешь, что ты ребенок Божий. И теперь ты поэтому и говоришь Ему благодарность. Папа, говоришь, папочка. Поэтому самая большая благодарность, как верующие могут отблагодарить Иисуса за крест, мы никогда заплатить за это не сможем. Никогда. Вы даже не старайтесь. Для Иисуса вы принесете радость, если вы будете жить новой жизнью. И прославлять Его имя. Вот Он умер. Давайте вот перечислим, да? Вот сейчас прочитаем Исаия 53 главу. Четвертый стих. И порассуждаем. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Смотрите. Иисус взял на Себя наши что? Немощи, слабости, наши болезни. Что еще? Грехи, беззакония. И Его ранами мы исцелились. Вот, если я живу такой жизнью, у меня есть здоровье, у меня есть праведность, значит, этим я прославляю Бога. А если я живу дальше во грехах, то я не прославляю Бога, а бесчестью Его. Вот тем Иисус получает радость. Мы послушаем дальше, увидим, что Иисус получает великую радость. От чего? От того, что Он видит теперь. О, я умирал за их болезни. Смотри-ка. Получили исцеление. Получают исцеление. Не только в первом веке получали христиане исцеление. И сегодня нету срока давности, нету срока годности на кровь Иисуса. Нету срока годности на Исаии 53 главу. Нету срока годности на исцеление, на чудеса. Нету. Нету в Библии, не прописано дат. Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же. И когда Он видит нас, что мы получаем исцеление верою, мы получаем прощение верою, мы получаем свободу, мы получаем благословение, вот это Его радует, что мы приняли все, за что Он заплатил. А то получается, Он страдал, платил, а мы стоим такие дальше и все просим. О, Господь, дай. О, Господь, неужели тебе так жалко? Вот это Ему точно не нравится. Я думаю, Он просто уши затыкает, если такая молитва идет. Молитва, знаете, такого, знаете, как идолов, их надо было задабривать. Задабривать. Злых духов надо было задабривать там, раз там какую-то девочку, раз на мороз ее выставляли, она замерзала, да, Снегурочка. Это история говорит. Вот в жертву приносили, вот тогда злой дух, типа, шел дальше из деревни. И как бы, типа, у них потом была жатва, был урожай. То есть, они приносили людей в жертву. Задабривали. Не надо нашего Бога задабривать. Наш Бог добрый. Нужно в веру принять, что Иисус сделал. Нужно понять это, докопаться до истины, осознать, что Иисус, раз Иисус умер за мои болезни, почему я болею? Да Иисус тоже говорит, а почему ты болеешь? Я умер за твои болезни. Почему ты болеешь? Там же написано Б-О-Л-З-Е-Н-И. Болезни. Он умер. Там реально слово, которое никак нельзя перефразировать. Он умер за болезни. Конечно, есть люди, которые там говорят, ну, это же не в прямом смысле. Это же как бы, ну, косвенно. Это там духовные болезни. Так Иисус что, физически никого не исцелял, что ли, от болезни? Я что-то не понимаю. И Он что? Вот вчера было нормально, а сегодня Он уже все. Без силы, да? Не может не исцелять ничего. Да нет, Он может. Он может. Вот это прославит Иисуса, когда мы живем новой жизнью и прославляем Его. Вот это угодно Господу. Господу угодно то, что мы Его славим, благодарим, хвалим. Но Он не может переносить тупость, извиняюсь за выражение, по-другому, невежество, другими словами. Он не может это переносить. Поэтому сразу, когда Он воскрес, Он видит, два ученика Его идут. И Он так пристроился к ними, и так же идет с ними. Представляете, воскресший Бог. Идет, даже никто не догадывается. И начинает, Слово Божие говорит, Слово Божие говорит, Слово Божие из пророков, из всего Слова Божьего. Он говорит о Христе, Которому надлежит пострадать, много пострадать, умереть и воскреснуть. И Он им и Слово доказывал, Слово доказывал, Слово доказывал. Открывал, открывал, открывал. И Он такой, ну ладно, я пошел. Они такие, не, 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 останься. Странно. А ты вообще не в курсе, что происходило здесь в последние дни? Он говорит, что, что? Ну как? Вот был, так вот мы думали, что Он был Мессией, Его убили и все. Он говорит, да ладно. И написано, преломил хлеб и стал невидимым. И тогда они сказали, ведь внутри мы догадывались, что это Христос. Мы догадывались, но нам страшно было поверить. Мы не могли поверить, потому что жестокосердие, сердце человеческое, его надо мять, как глину, мять, 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 чтобы стало мягким. Вы поймите, что семя, которое падает, летит от сеятеля, оно-то хорошее. Теперь зависит так, почва, на которую упадет в семя. Семя хорошее, сто процентов. Почва должна быть хорошая, тогда будет урожай. Если семя хорошее, Слово Божие звучит, правильное, истинное, приправленное солью, с Духи Святом, в помазание. Но почва не может принять это семя. Дыньки от сердца отскочило. В разум что-то там вроде залетело, разум покрутил это семя, думает, да ну, все равно верующие болеют, да ну, и пастора болеют, да, как-то это не актуально сегодня. Он крутит, крутит это слово такой, и семя выдувает из его мозга, из уха. Я получу таблетки пойду поем. Это неправильно. Нельзя так делать. Семя должно в сердце падать, и там получать откровение. Когда у тебя есть откровение, ты размышляешь над Словом Божиим. Потому что Павел говорит, не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Польза происходит, когда крутят, когда размышляют над Словом, тогда происходит польза. Не тогда, когда тебе лично придет Иисус, встанет перед тобой, скажет, я Иисус, послушай, у меня есть послание к тебе. Но если у тебя сердце каменное, ты и в таком случае тоже не поверишь. Потому что, когда ты веришь, тебе надо принимать. Тебе надо принимать. Как земля принимает семя, и там происходит чудо. Оно начинает расти. Поэтому, если ты думаешь, вот как я могу Господа прославить? Послушай, вот эти все вещи, моменты, там, я такой слабый, я такой никто, я такой вообще бездарный, такой некрасивый. Вот это не надо говорить, послушай, не надо говорить. Я вот не знаю, как я могу Бога прославить, у кого-то там что-то какие-то есть. Послушай, вообще забудь об этом. Не надо на себе концентрироваться. Я слабый, я червяк, я, вот дома таким будь, дома так с детьми и с женой себя веди. Так вот, говори, я не могу на жену наорать, я не могу на детей наорать. Я такой слабый, такой немощный. А то, знаете, перед Богом, я такой вообще лошара по жизни. А домой приходит, вообще не лошара, директор, и всех строит там. Построились, по номерам рассчитались. Колосиадам 3,17. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Все, что мы теперь делаем, мы прославляем Бога. Через все. На работе. Я прославляю Бога тем, что я хорошо работаю. Где бы я ни было, в учебе, я там прославляю Бога. В семье, в семье прославляю Бога. В обществе, в обществе прославляю Бога. Нам не надо прятаться. Город, стоящий на вершине горы, не может укрыться. Не может. На Него все смотрят. Будь таким человеком. На тебя по-любому смотрят. Поэтому будь просто тем, кем Иисус тебя сотворил. Ты новое творение во Христе Иисусе. Поэтому давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он сделал для нас. И за то, кем Он нас сотворил. И спасибо Ему, что Он вообще пришел на эту землю. Спасибо Ему, что Он нас принял и нас спас и очистил. Мало того, Он еще домой к себе позвал. Он потирает ручки и ждет нас и говорит, скоро, очень скоро. Ого, как в песне поется. Мы увидим Господа. А Иисус поет свою песню. Скоро, очень скоро, я иду на землю. Верующий, ты готов? О, Иисус такой праздник там приготовил. Такой праздник будет брачный пир Агнца для всех уверовавших. Для всех уверовавших в Иисуса ждет великая награда. Послушай, помимо того, что ты не пошел в ад, ты не представляешь, когда тебя еще ждет радость там. Не пропусти это. Если ты еще не сделал этого решения, тебе нужно прямо сейчас сделать это решение. Прямо сейчас упади перед Иисусом и скажи, Бог, прости меня, Иисус. Я принимаю все, что ты сделал на кресте. Я прошу, прости меня за все мои грехи. Иисус, войди в мое сердце. Теперь мы неразделимы. Я и ты неразделимы. Ты живешь во мне, а я живу в тебе. Все. Это навсегда. Это навечно. Невозможно. Невозможно теперь отделить меня от тебя. Невозможно. И моя добрая воля, мое решение быть с тобой всегда, прославлять твое имя, светить везде в темном мире, не говорить, о, какой темный мир, о, какой темный мир, о, какое беззаконие. Всегда это было. Всегда был темный мир. Всегда было беззаконие. Да, сейчас оно умножилось. Но ты для другого создан. Ты как этот, как фонарь, как прожектор на улице, который освещаешь всем людям. Сейчас ни одного фонаря не горит на улице, потому что светло. Как только стемнеет, вы увидите, как будет сколько фонарей гореть. И эти фонари указывают людям, по каким дорожкам можно ходить. Вот такие верующие. Как только ночь, верующие все загорели, засветились и указывают остальному миру, где находится Иисус. Куда надо идти? А мы вам говорим, куда? К Иисусу. Мы пришли, мы очень рады. Мы говорим, мы испытали, мы свидетели Иисуса Христа. Идти надо вам, к Иисусу. Прямо сегодня. Не завтра. Не послезавтра. Прямо сейчас. Аминь. Аминь. Аминь.